Микс Ньюс. Утро на Волкове. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас в гостях исполнительный директор, наверное, дирекции земельского предместия Риги, Сергей Христолюбов. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот я знаю, что у вас очень большое хозяйство, если так можно сказать, несколько микрорайонов. И, по-моему, общее число жителей в этих микрорайонах это где-то 200 тысяч человек. Да, приблизительно 200 тысяч. Что это за микрорайоны или окраины, как сейчас можно называть, которые входят в эту земельскую дирекцию? Во-первых, земельская дирекция, она включает и земельский район, и видземское предместие. То есть это два больших района. То есть, ну начнем по порядку, я просто перечислю. Это Тейка, это Чекуркаунс, это Саркандауго, это Яунмилграус, это Весмилграус, это Вецеки, это Яунцемс, это Югла, это Пурцемс и это Мешцемс. Ну да, все, что земельская и видземская, да? Фактически, вот такое включение микрорайонов и общая площадь составляет 134 квадратных километра. Да, ну то есть 200 тысяч, это фактически большой город бы получилось по нынешним, пока не мере времена. Да, по нынешним критериям большой город. Что вообще входит в функции исполнительной дирекции, за что как бы исполнительная дирекция отвечает? Ну, исполнительная дирекция отвечает за ту собственность городскую, которая находится на территории подведомственной исполнительной дирекции, в частности, это является и уход за этой территорией, и благоустройство территории, и развитие инфраструктуры. То есть все, включая парки, внутриквартальные дворы. Совершенно верно, да. Ну там, скажем, парки, это каким-то образом мы делим с Рига с Мэжи, потому что это их хозяйство, их честь. Ну и нам тоже, в общем-то, достается немалый кусок. Ну, начнем, наверное, я бы начал, Саша, с пляжей. Да, это сейчас очень актуально. Да, у нас этот старейший рижский пляж в Эсике. Очень приятно отметить, и я действительно душевно рад, что в Эсике в третий год подряд получают синий флаг, международный сертификат, свидетельствующий о высшем качестве этого пляжа. Это не только состояние воды, но это и развитие инфраструктуры, это и возможность для хорошего активного отдыха, это возможность и для людей с ограниченными возможностями находиться там и загорать, и это действительно качество воды. Потому что, скажем, наши коллеги из Пардауга, в Акарбуля, они получают уже, мне кажется, одиннадцатый раз этот флаг. Но у нас получилось так, что устроено таким образом в Рижском заливе, что течение, вся грязь, которая вытекает из рек, идет в сторону Курзамского, в сторону Витзамского побережья. И у нас когда-то, еще до того, как я стал исполнительным директором, а я работаю с 2009 года, в 2008 году этот флаг был получен, и в 2008, через месяц был отнят. Потому что качество воды не соответствовало тем критериям, которые требовались. После этого нельзя в течение пяти лет подавать на этот флаг, и потом мы проводили очень большую работу, и собственный мониторинг воды вели, и наши государственные службы вели. Что касается благоустройства самого пляжа, может быть, многие Рижайны давно не были там, может быть, думают, что поехать, потому что мы знаем, что основные места, ну, по традиции, люди из Лиги едут в Юрму отдыхать, по крайней мере, вот этот левый берег. Ну и, естественно, жители там Болдарая, прибрежных районов едут в Акарбуле. Вот что касается ВЭЦики, что благоустройство, раздевалки, как это все там происходит? Вы знаете, Абек, я с вами не соглашусь, вот особенно те дни, когда стояла жаркая погода, наши обслуживающие компании, да я там практически два раза в неделю бывал с проверками на этой пляже. На этой пляже. Мне казалось, что там пол Риги отдыхает. Столько больше, очень много народу. Потому что это, есть определенная и доступность. Вообще это уникально для Риги, да, в черте города. В черте города, да. Да, и фактически можно добраться и городским транспортом. Ходит автобус 24-й и летом 38-й. Да. Значит, и ходят два микроавтобуса, которые сейчас начали ходить. Это и ходит электричка. Единственное, что в чем проблема была и которая, наверное, ее просто невозможно разрешить. Мы пытались это сделать и с предыдущим руководством Рига Сатексма неоднократно. Ну, вот там запарковать машину крайне тяжело. Особенно в тот период, когда хорошая погода и люди приезжают туда. Потому что там вмещается, мы считали и так, и эдак, 450 машин плюс-минус. Вроде бы немало. Вот звучит цифра, вроде бы немало. Ну, 450, да. Дело в том, что и пляж-то, пляж, который мы... Это официальное место, значит, пляжное, включенное в решение кабинета министров. Да. Протяженностью 3 километра. А если брать еще пляж Мангальсала, то, ну, это фактически дальше до Мола. Это от границы Вацки до Мола, это 6,5 километров. То есть, разместиться тоже, в общем-то, есть. И люди охотно туда едут, потому что там... А есть возможность как-то расширить парковку? Или это все, что можно выжить, так можно сказать, с этой территории? Фактически, это все, что можно выжить. Мы единственное, что сделали в свое время, мы поставили еще одну парковку, сделали одну парковку в лесу. Но она тоже забита. Ну да, то есть, хорошая погода, понятное дело. Да, то есть, это единственный такой минус. Но в остальном, кроме плюсов, я ничего не вижу. Каждый кулик свое болото хвалит, и я... А есть ли возможность где-то перекусить? Да, значит, ну, вначале были проблемы с ограничениями, известными в связи с ковидом. Сейчас там открылись три точки, где можно поесть. Я не говорю уже о том, ну, основания перекусить, пообедать. То есть, настоящее заведение общепита, да? Да, ну, тоже предприниматели, которые снимают у нас в порядке конкурса на летний период. Конечно, они тоже рисковали многим. Конечно. Ну, что было бы с этим сезоном, непонятно. Вы говорите, в Юрмале какая ситуация. Я думаю, что многие видели сюжет, там, про Дзинтери, мне кажется, или про Мари, где одна раздевалка они поставили. Потому что, ну, говорят, что там, так как... Заржавели. Заржавели. Да. Но они тоже просто не выставили, потому что не знали, что будет с этим сезоном. Будет разрешено, не будет разрешено. Да, кстати говоря, да. Мы... Сейчас же такая ситуация непредсказуемая, да. И она и сейчас непредсказуема. Потому что вот сегодня будет заседание Кабинета министров еще раз. С новыми ограничениями, да. Может быть, по новым ограничениям. И поэтому те предприниматели, которые брали на себя такой риск, они и рисковали пострадать. Но хорошо, что есть такая возможность, тоже решением Кабинета министров это сделано, снижать арендную плату. Или вообще освобожить арендную плату в связи с COVID-19. Тех, которые платили. Вот скажем, те предприниматели, которые мы обычно платили где-то примерно 4 тысячи за сезон, получается, платить. Ну, немаленькие деньги. Немаленькие. Аренда. Надо их еще отбить. Надо их каким-то образом отбить, да. А здесь не только плохая погода может быть препятствием, но и этот COVID. Поэтому за решение нашей комиссии, нам такое право дано, мы снизили на 90% арендную плату. Только чтобы люди работали. За один квартал, да. Лишь бы работали и зарабатывали. А раньше было за квартал 4 тысячи получалось. Нет, за весь сезон. Ну, понятно, да. Ну, то есть разделить, получается, сколько. Сезон длится с 15 мая по 15 сентября. Ну, 4 месяца. 4 месяца. Да, вот, наверное, если мы пойдем по тем вопросам, которые, наверное, волнуют очень многих рижан, это, конечно, внутриквартальные дворы. Мы знаем, в каком они состоянии. Многие, да, их не ремонтировали зачастую еще с того момента, как вообще эти дома были построены. С 70-80-х годов. И был план у Рижской думы, и он как бы есть, существует постепенно. Вот эти ремонты внутриквартальных дворов. Очень часто нам жители звонят. Конечно, я так понимаю, что основная проблема – это земля возле этих домов. Но и это, наверное, решаемо. Может быть, несколько слов об этом. Я так понимаю, что это видение как раз исполнительной дирекции. Да, это тоже объединение исполнительной дирекции. Я просто взял с собой некоторую статистику, сколько расходовалось раньше денег вот с 2009 года. В 2009 году было 230 тысяч на два района. Имеется в виду на что? На эти дворы, да? На дворы, да. Когда началась программа, которую развивала Рижская дума, в следующий год 10-й 400, потом 428, потом 1,344 млн. И вот примерно на этот порядок… Все понарастающий. Понарастающий. Ну, здесь последние годы некоторое снижение произошло. Но все равно это можно заасфальтировать нормально, хоть действительно сделать людям нормальный асфальт. Когда бы там, скажем… Мне приходилось сталкиваться, когда я разговаривал с жителем, он говорит, нам 45 лет вообще ничего не делали. Ничего. Вы представляете, что происходит с дорогой внутриквартальной за эти 45 лет? Это просто в пыль, где-то подсыпка… Уже не проехать ни на машине, ни ской службой, не подъехать ничего. Где-то подсыпка какая-то. И когда бы там еще удалось заасфальтировать ту же самую юглу внутриквартальной дороги? Как происходит вот этот вот план? Потому что, ну, зачастую бывает так, что вот люди видят, что в соседнем дворе ремонтируются, до них так и не дошли. Там есть какой-то график, может быть, чуть-чуть поясните, как это происходит. Происходит все только по заявкам самих жильцов. То есть они должны активизироваться? Ну, они должны активизироваться. В принципе, мы не разводим бюрократию, чтобы собрать там подписи со всего дома, что они хотят заасфальтировать. Достаточно там какого-то уполномоченного от этого дома. Мы рассматриваем, проверяем. И если есть возможность где-то компактно особенно сделать, вот как там было на югле, там Квеллосы, все прилегающие улицы. Мы начинали ремонт практически везде. Другой вопрос, что возникает, сейчас и тогда возникал вопрос. Значит, а какой ширины делать эту дорогу? И, как правило, в каждом доме есть два противоборствующих лагеря. Одна половина дома, это кто имеет автомобили. Чтобы расширить эту дорогу. Расширить, конечно, да. Те, кто имеет клумбы и пожилые люди, те категорически против расширения. И в итоге нужно искать консенсус. Конечно, те стоянки, то безобразие, которое сейчас есть с парковками, все с этими сталкиваются. Да, конечно. Абсолютно все люди. В том числе я тоже. И, конечно, нужно искать что-то, это решение. Я думаю, что это как раз задача, может быть, следующей думы. Были, предпринимались попытки найти участки земли, принадлежащие самоуправлению. Чтобы там можно было делать. За пределами дворов, условно говоря. Мы нашли такие участки. Но потом как-то это все заглохло, утихло. Но без решения думы вы же не вправе сами это делать. Мы не вправе, потому что само название исполнительной дирекции мы исполнители. То есть, то должно делать. Это, я думаю, что на себя такую смелость и временная администрация тоже не возьмет. Да. Ну вот, заглядывая чуть вперед, понятно, что сделано то сделано. И много действительно было сделано. Но что касается вот этих территорий, которые вы нашли, в принципе, по вашим ощущениям, это может быть в каждом микрорайоне? Ну, по крайней мере, в земельском вашем виде. Мы нашли 11 таких участков. Я не скажу, что они равноценные по территории. Ну, хоть что-то. Но хоть что-то есть. Потому что пытались, и была попытка в один из созывов делать стоянки на дорогах, которые идут мимо микрорайонов. Ну, сколько там можно разместить? Три, четыре, пять машин. То есть, это не решает вопрос. Делать перепланировку. Значит, это немножко тоже усложняет сам ремонт. Потому что, фактически, у нас это не строительство дорог, а ремонт дороги. То есть, мы идем, как бы обновляем вот эту инфраструктуру. Не придумываем что-то нового. Ну, то есть, фактически, вот эта 11 по существу, ее надо только тогда превратить в такую парковку, заасфальтировать. Да, и можно тогда машину-то ставить. Ну, да, но опять-таки, я думаю, что будет масса ее недовольных. Кому-то ведь хочется, чтобы машина стояла рядом с домом. Да. Все-таки это в какое-то отдалении. А это будет все-таки на отдалении. То есть, нужно идти. Это тоже не всегда. Еще один путь. Конечно, всегда хочется поставить машину за бесплату. Зачем платить, если можно не платить? Здесь, понятна, человеческая обычная реакция. Но, тем не менее, вот есть люди, скажем, на микрорайоне, особенно если машина такая, которая угоняемая, ну, или которая могут снять какие-то отдельные элементы, все мы это знаем. И люди даже готовы платить. Не в каждом, кстати, микрорайоне есть вот такая вот платная парковка, ну, где-то частные предприниматели. Есть ли такой вот интерес у бизнесменов? Они говорят, дайте нам территорию, мы готовы там платить аренду самоуправлению, чтобы мы сделали вот эту платную парковку. Ну, вот я вынужден их разочаровать. К сожалению, я знаю, что есть и в соседних плявниках, соседних с Пурсенсом, такие частные... Это уже Ватгальская дирекция. Это Ватгальская дирекция, да. Есть и у нас, но там, как правило, держат что? Какие-то машины долгосрочного такого хранения, какие-то фургоны, там, что-то еще, но не каждодневные. Но где-то в новых домах, где есть подземные парковки, это ясно, что там решается. Здесь это, я думаю, что проблема, к сожалению, которая не решена и только усугубляется с каждым годом. Потому что сейчас уже у многих, как сейчас принято говорить, домохозяйств уже даже не по одной, а по две машины на семью. Где-то, если сус, по три. Да. Есть тоже. Ну, как, да. Ну, у тех, наверное, есть парковка под домом. Да. Либо у них есть дом загородный, где они живут. Ну, вот. Так что это является такой проблемой. И я бы хотел тоже, вот, как раз говоря о внутриквартальных дорогах, потому что очень многие, много звонков, которые спрашивают, а где же в этом году будет. Я хочу сказать, что в этом году у нас уже идет и асфальтирование полным ходом, и брусчатка. Брусчатка. Брусчатка практически сейчас идет в 8-м градусе, это улица Атлантия, Смирник, Уринужи. Будет брусчатка, как подъездной путь к школе номер 45, это Роупажу, С-4. Будет асфальт. И завершена, видимо, завершен, видимо, будет брусчатка, часть. Это отдельный лот от асфальта был. Да. Это все по результатам закупки, да? Конечно, конечно, это все через конкурс, что конкурсы прошли давно очень, это еще в прошлом году они завершились. То есть, в принципе, нужно понимать, наверное, и жителям Риги, что это как бы процесс, да? То есть, вы не можете просто выбрать какую-то фирму и говорить, давай строй. То есть, это целый процесс, конкурс, кто-то спаривает результаты, в результате это все затягивается. Причем, я хочу сказать, что от земельской исполнительной дирекции в закупочной комиссии нет ни одного представителя. Потому что, ну, это мы делаем мучними, чтобы не было конфликта интересов. Да, то есть, чтобы мы не оставили там какие-то свои дворы или что-то еще. Это все делают работники центральной администрации, финансового департамента и так далее, и мы получим уже готовые просто результаты. И вот работают там целью Парвалда, и они готовы завершить эти работы до 1 сентября. Хотя у них срок где-то до 1 октября. По асфальту это будут работы, сейчас начались. То есть, там большой комплекс домов, это улица Раунос, 35, 37, 39, подъездные пути на Вангажу 26 и Бриево 308, это Ерекио 36. У них сроки до 1 октября. Работает там Лепайская фирма, под названием ЦТБ. Она работает у нас впервые, но она работала в других исполнительных дирекциях. И отзывы от этих исполнительных дирекций. А вы сами едете и проверяете, да? У вас есть такая практика, да? Да. Как правило, я обязательно выезжаю, но обязательно каждый день, наверное, каждый день, бывает работник из отдела, который курирует вот эти асфальтированные брусчетки. Он бывает на всех планерках, которые проходят там. Планерки, кстати, проходят вместе с рабочими, вместе с надзором, технадзором, да, и вместе с жильцами. То есть жильцы могут даже в ходе вот этого асфальтирования каким-то образом влиять. То есть кому-то не нравится, туда не пошло или что-то. То есть все зависит по существу от активности жильцов или старших по дому, да? Да, и некоторые это очень активно используют. Они какие-то небольшие ответвления там или там где-то проложить дорожку, пожалуйста. Это, по-моему, правильная политика, потому что можно сидеть на диване в интернете, писать какие-то недовольные комментарии, а можно поехать на объект и все посмотреть. Если у тебя под окнами там идет асфальтирование, почему не сходить на эту планерку и высказать свое мнение? Это учитывается, да? Конечно, учитывается. Сергей Христалюбов, глава исполнительной дирекции земельского предместра Риги, у нас в студии. Прервемся на короткий перерыв, не переключайтесь. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Если вы проживаете как раз в районах Земельском и Видземском, это все такое хозяйство, которым управляет или исполняет те поручения, которые дает Рижская дума, исполнительная дирекция земельского предместра. Предместер, глава исполнительной дирекции земельского предместра Сергей Христалюбов у нас сегодня в студии. 612-12-939, 612-13-939, работает WhatsApp, можете звонить, используя такую возможность, задавать вопросы нашему гостю. Вот мы еще в перерыве говорили действительно об этой серьезной проблеме, которую рано или поздно надо будет решать с этими дворами. Я так понимаю, что еще есть какие-то идеи или ремарки? Я хотел бы еще сделать такую акцент еще на одной вещи. Это впервые в моей практике, хотя я уже 11 лет, исполнительный директор. Да, время бежит быстро. Время бежит быстро. Получилось так, что у нас была практика, когда мы помогали инвалидам, устанавливали пандусы и что-то делать, ремонтировать. А здесь получилось очень быстро, что мне очень понравилось. Мама мальчика, который может передвигаться только на кресле инвалидном, написала письмо в дирекцию. Значит, о том, что... Я назвал адрес Ирико-25. Значит, и... Это Пурсенс, по-моему. Пурсенс, Пурсенс. То есть, не может просто... Не может выехать ему, ну, как бы, он спуститься может, а ездить он на этой коляске не может. И получилось так, что удалось очень быстро решить вопрос финансирования. И тут началась вот эта вот чрезвычайная ситуация по ковиду. Значит, деньги, в принципе, были выделены. Это отдельно от этой программы. На пандус такой? Подъемник? Нет, на асфальтирование. А подъемник перед домом. Там есть уже было дело. Только надо было на асфальтирование. Да, да, асфальтирование, потому что он не мог физически там ездить. И вот мы во время этой пандемии, это был март месяц, конец марта, значит, как раз объявили тоже конкурс, сами провели, не важно, для асфальтирования вот этой территории перед домом. Как вы понимаете, люди и тогда были достаточно сильно испуганы этим ковидом, как и сейчас, исправедливо это все. Вдруг там, получается, видят из окна, что подъезжают рабочие, а работа, кстати, была разрешена, с соответствующими ограничениями, с дистанцией, с дезинфекцией. На открытом воздухе можно было. Можно было, да. То есть асфальтировать можно было. И мы решили, что раз деньги эти выделены, погода нормальная стоит. Можно сделать. Хотя сделаем эту вещь. Ну и первая реакция жильцов была вызвать полицию, беспорядок, какие-то работы идут, что-то ремонтируют, с какой стати. Мы вызвали полицию, полиция приехала, все поняла и уехала. И слава богу, мы это сделали. И вот я очень, эта мама была у меня в кабинете, она плакала благодаря этому. Мне действительно настолько это было трогательно, что... А за сколько времени это сделать? За месяц удалось все? Мы сделали это, наверное, ну не мы, конечно, а компания, которая это делала. Мы сделали это где-то за полторы недели. Асфальтирование перед домом. Там фактически без всяких архитектурных излишек, как говорится. Да, просто, чтобы можно было спокойно на этой коляске поехать. Чтобы мальчик мог ехать. И мне тут же мама прислала и по WhatsApp запись, как мальчик ездит уже по этой асфальтированной дороге. И вот это, я считаю, что такой элемент социальный, он очень... Очень важно. Одевайте, пожалуйста, наушники. Будем принимать звонки. Доброе утро. Так, сорвался звонок. 6-7-2-12-9-3-9. Дозванивайтесь до нас. 6-7-2-13-9-3-9. Вот пока мы ждем звонок. Может быть, такой вопрос, который хотел вам задать. Сейчас очень многие жители в микрорайонах организуются и создают... Нет, давайте, примем звонок. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Хотел бы задать вашему гостю провокационный вопрос. Пожалуйста. Вот я звонил еще, когда был Ушаков мэром Риги, в 19-м году, когда он обещал сделать Саркандагу, как гость говорит, брусчатка, променад там. Я потом звонил господину Америксу тоже два раза. Задавал вопрос, когда за Саркандагу? Ну вот, там, вот, Иммонта, там. Сколько, слышишь, Иммонта, Залитуды, Пурценс, еще чего-то. Саркандагу – это отстой по конкретной, по Риге. Когда начнется за Саркандагу? Вот вдоль железной дороги, променад до, вдоль кладбища там есть. Не пройти ни зимой, ни весной. Скажите, пожалуйста... Спасибо большое. Саркандагу. Саркандагу. Я предлагаю вам сделать следующее. Кто бы там ни был мэром, кто бы ни был исполнительным дирекциям, пожалуйста, еще раз я повторю, напишите, не поленитесь, письмо за своей подписью. И чуть-чуть обозначьте те места, о котором вы говорите. И перешлите или письмом, или позвоните просто в исполнительную дирекцию, или исполнительную дирекцию, или на телефон отдела обслуживания территорий. Наши специалисты выйдут, посмотрят и сделают. Тем более, что я хочу сказать, что саркандагу тоже были объекты, которые там ремонтировали. Они просто не захватили ваш участок. Вот так в жизни бывает, что где-то... Мы ближе к вам, ну, исполнение дирекции вообще ближе. К жителей. К жителей. Ближе не бывает, да. Потому что мы, как говорится, для этого и работаем. И мы обязательно внимательно рассмотрим вашу заявку. И это тогда, если при благоприятном стечении обстоятельств, это включается в план. Я думаю, что благоприятное стечение обстоятельств, потому что вы говорите, что нам не пройти, не проехать. И будет конкурс, и уже в следующем году там можно это сделать. Ну да, это какое-то время занимает сам эти конкурсные процедуры неизбежные. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Пожалуйста. Вы сейчас сказали такой или информации, или дезинформации, что если... Это Гиппократа, дом 17 звонит старше. Что жители могут написать заявление, собрать подписи, обратиться по ремонту тротуаров и дороги, да. У нас частная земля. Все 40, 50 гектаров, межсемцы, вся частная земля. А историю, вы ни разу не назвали источник финансирования вот этих тротуаров, которые принадлежат частному сектору. Я прошла этот путь. У нас 14 собственников. Они сказали, мы по этой земле, по тротуару не ходим, и участвуют в ремонте тротуаров, и дорог не будем. Спасибо большое. Спасибо. Тоже такая проблема. Что с ней делать? Да, это вот в чем. Я совершенно права радиослушателя, говоря о межсемсе, что в межсемсе земля частная. В основном, да? Не в основном, а практически вся. И дело вот какого характера. Когда мы начинали наш разговор, я говорил о собственности самоуправления, которое мы можем и ремонтировать, и делать, что касается частной земли, то, увы, к сожалению, мы не то, что не хотим, мы просто не можем по закону вкладывать деньги в частную собственность. Такая ситуация есть, кстати, в том же благополучном, ну, в кавычках, курсовом, там действительно заасфортировано около 70% внутриквартальных дорог и дорог. Но тоже на частной земле, к сожалению, не получается. Поэтому единственный путь, который можно посоветовать и который сделал один дом в межсемсе, это говорить с управляющей компанией. Я не знаю, кто у вас управляющая компания или это общество или что-то какое-то основное, и там, может быть, на условиях с финансированием договариваться. Бывали такие случаи, когда мы в том же Яунсемсе, там тоже все частное практически. Да, вот эти два микрорайона, где, увы, вот такая ситуация. Мы для того, чтобы установить детскую площадку, это тоже, кстати говоря, одна из обязанностей, функций исполнения дирекции, мы искали очень долго в том же Межсемсе. И, наконец, на улице Межсемса 23 мы эту площадку установили. Но было очень трудно. Установить на частной земле мы не можем и не могли это сделать. Вот раз вы упомянули детские площадки, есть ли одна проблема, когда нет там детской площадки, и там частная земля, вы пытаетесь это сделать? Но во многих микрорайонах мы знаем, что вот эти детские площадки, они уже больше такие заброшки напоминают, потому что там вот это все оборудование, если так можно сказать, качели, ну все устанавливались в советское время, прошло 30-40 лет, они там уже заржавели, пришли в негодность. Вот осуществляется ли вот такой, ну может быть слово плановый, не очень, ремонт вот этих детских площадок или замена вот этого? Спасибо за вопрос. Получается так, что вот эти детские площадки, которые или элементы, которые там остались, которые невозможно использовать, потому что они не отвечают никаким требованиям безопасности. Дело в том, что эти большинство вот таких, таких уже пришедших в негодность элементов или детских площадок, они находятся на балансе Дума управления, ну или РНП. Да, если, да. Говоря, как называют в простонародье. Рига с Новопавлоги. Рига с Новопавлоги. Значит, и сейчас мы осуществляем совместно с ИПШ-модепартаментом следующее. Мы проводим ревизию того, где эти находятся элементы. Срок обозначен до 31 августа, за летний период. Они открыли на это, они изучают уже, прислали первые там результаты, где такие. И потом надо решать, скорее всего, это подлежать демонтажу. Демонтажу и тогда новые упаковки. Потому что сейчас мы устанавливаем площадки, они совершенно другого качества и отвечают требованиям безопасности. Потому что тоже сколько несчастных случаев на этих площадках случается. И они стоят значительно других денег. А те, мы считаем, что нужно ликвидировать, если вы нам поможете в этом, и пришлете, где это находится. Еще один звонок успеем принять. Дубы Утро, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вот кому принадлежит береговая зона на берегу, вернее, она принадлежит Рижской Думе, на берегу Даугавы, улица Даугав-Малос. Она все время сыпется, никто не хочет ничего делать. Даугав-Малос, это ближе к Бривосте? Нет, это будет, это Румбола будет. А, это Румбола. Это Восточная исполнительная дирекция. Восточная исполнительная дирекция, Ауструмная исполнительная дирекция. Это надо коллегой передрисовать. Я запишу и передам господину Павлова. Даугав-Малос. Даугав-Малос, да. Да, вот, может быть, еще такой вопрос, который я хотел задать. И он связан, действительно, взаимодействием с жильцами. Вот сейчас, ну, модно-немодно, но, по крайней мере, очень активно создаются эти АПКМС Бедрибос, ну, фактически общество жителей какого-то конкретного микрорайона, так по-русски говоря, вот происходит ли у вас какое-то взаимодействие, обращается ли вы исполнительную дирекцию вот эти люди, активисты? Да, спасибо за вопрос. Это действительно к месту, потому что сейчас эти общества активизировались, и это хорошо, что люди объединяются для того, чтобы сделать свои районы лучшим. Первый, наверное, первый общество, с которым мы столкнулись и, в общем-то, где совместно работали, это те, которые в нашем районе, это Чекуркаунс, это общество тоже Саркандауа, очень активные люди, это Тейка, и вообще существует же альянс вот этих вот, ну... Вот этих обществ, да? Обществ, да. И это большая сила, которые прислушиваются. А сейчас есть программа по проектам, которые выдвигают сами общества, и на это выделено финансирование. То есть они говорят, что надо сделать то-то и то-то, да? Да, возглавляет ее Эдди Спелш, это по должности... Это ваш заместитель. Это мой заместитель, но это совершенно отдельная должность, касающаяся всего города. Создана комиссия, которая рассматривает эти заявки... От этих обществ, да? От этих обществ, которые поступают со всего города, и потом отбираются, ну, как бы... Наиболее актуальные. Наиболее актуальные и лучшие, и которые не превышают, там, я не знаю, мне кажется, рубеж 100 тысяч евро, не более. И потом отдается на голосование. Причем голосование электронное, и люди, голосуя там, определяют, какой из этих проектов может быть приоритетным. Вот, да, много звонков, может быть, еще успеем принять. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Да, пожалуйста, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, я житель Венгрависа. Да. Вы знаете, что тут происходит... Кто вообще регулировал этот скос от травы? Регулируется вообще? Потому что есть места, где вообще подпаление... Ну, что открытые места, там травы вообще нет. Вот приходит бригада, и вот поднимает эту грязь, пыль, все там, вообще там стоит такое... Ну, вы понимаете, о чем там. Пыль, грязь все поднимается. Есть места, я смотрю, конкретно, в лазвине садик. Здесь очень агат, вот здесь. И здесь трава по человеческий рост. Так, есть какая-то регулировка. Там, как говорится, траву не срезают, а как пахотой занимается. И грязь все поднимает. А здесь человеческий рост. И самое главное, когда подошел к ребятам, говорю, что же вы делаете, вы видите, травы нет. Они показывают пальцем вверх, наша решает там, вверху. Наша там, вверху. Так вверх разберитесь, проедите по району и посмотрите, что творится в районе. Спасибо большое. Я так понимаю, нас сегодня еще гость записал. Я записал. И адрес, и все остальное. Дело в том, что у исполнительной дирекции сами мы не косим эту траву, потому что у нас нет специалистов. Поэтому мы даем задание управлению ТЛП, называется это управление по обслуживанию территорий, и они занимаются этой козьбой. Но то, что вы рассказываете, надо просто разобраться. Потому что есть планы, есть заявки. И да, проблема существует с травой в этом году. Не только у нас, но и не только в Воскресе, и по всему городу. Последний на звонок успеем принять. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Да, доброе утро. Да, пожалуйста. У меня как бы вопрос рекомендации, которая касается зон отдыха, которая находится в ведении северной исполнительной дирекции, да. Значит, это улица Манголь-Салас и подходы к морю. Там где-то пару-несколько лет назад немножко обкультурили эту территорию, сделали дополнительные мазки, сделали парковку для машин. Да, ну, естественно, этой парковки для машин не хватает, но дело не в том. Дело в том, что там есть два момента. Первый момент. Как бы по мазкам запрещают ездить велосипедистам. Где-то эти знаки есть, но эти знаки висят на настолько далеко, и велосипедисты, некоторая часть мазков достаточно узкая, и велосипедисты, вот не имея, так сказать, своей совести и уважения к другим, по этим мазкам ездят тогда, когда ходят люди, дети с колясками и так далее, да. И часть мазков уже там, конечно, находится в таком ужасном состоянии от всех этих колес. Это первый вопрос, да, о том, что касается приведения этого места в порядок. И второй, точно так же, вот на этом пляже Мангальсала, там недалеко находятся конюшни и делают прогулки по морю. Людям на лошадях. Я понимаю, что это бизнес, они зарабатывают на этом деньги. Но все дело в том, что там же отдыхают люди, загорают, и тут же остаются продукты жизнедеятельности лошадей. Спасибо большое, извините, если были вынуждены вас прервать. Совсем мало времени, надо еще дать возможность нашему гостю ответить. Пожалуйста. Да. И я начну со второго вопроса. Мы как раз сейчас рассматриваем вопрос по лошадям, потому что не вы единственные, кто жалуется на эти дела. Они ходят, эти лошади, и по нашим дорожкам, которые мы сделали для тех же инвалидов. И просто ломают их. Потому что каким-то образом это нужно регулировать. В принципе, они и не могут ходить, скажем, по дюнам. Это тоже как бы запрещено. Но надо разбираться. Когда-то лет пять назад я лично занимался с этими лошадями, лошадьми из той фермой. Вроде бы там был наведен порядок. Сейчас надо снова возвращаться. Спасибо за это. Что касается второго, вернее, первого вопроса, который у вас был. Да, эти дорожки, которые есть, они действительно там существуют. Это введение Риос-Меджа. Я передам просто информацию нашим коллегам. Спасибо большое. Ну что ж, хозяйство у вас большое. Пожелаю вам успехов в работе. Ну и я так понимаю, что, видите, еще раз наш эфир показал, может, такой диалог прямой нужен жителям, потому что еще много вопросов. Наверное, не успели обсудить и освещение. Лето, наверное, не столь актуально. Но вот, естественно, с наступлением осени, когда уже после четырех, после пяти смеркается. Наверное, это тоже вы смотрите, где и что, чтобы все-таки освещение было городское. Ну, это больше отвечает Рига с ГАИСМО, конечно, за освещение городское как таковое. Мы же решаем такие более наши, ну, так сказать, прикладные наши задачи. Например, это освещение вот этих новых детских площадок, которые были построены. И два проекта таких у нас разработанные и есть. И, в принципе, если все пойдет нормально, то они будут реализованы в этом году. Значит, пожалуйста, я говорю, что это в рамках заявок и в рамках своего бюджета специальное агентство Рига с ГАИСМО эти вопросы рассматривает. Спасибо большое. Время эфира у нас уже так вот подошло к концу. Очень быстро глава исполнительной дирекции земельского предместа Риги Сергей Христолюбов у нас был в студии. И большое спасибо. Спасибо.